Всем привет, ребята, это шахматный Феникс. И болельщик ЦСКА идёт вперёд. Болельщик ЦСКА. В общем, смотрите, ребята, это шахматный футбол. Идея в том, что все пешки — это защитники Спартака, кони — это болельщики ЦСКА. Так, ферзь — это Криштиан Роналду, король — это Лев Яшин, ребята. Да, который непонятно что делает в этой умилой команде. Ладий — это просто шик, ребята. Ладий — это Вася и Лёша Березуцкий. А чёрный слон и белый слон — это Айлен Робин и Франк Рибери. Итак, мы играем чёрными в гостях. Играем в гостях у кого? У хорватов. Да, кстати, крепкая сборная, кстати. У хорватов крепкая сборная. Да, вот. 2 430 имеют ребята из Хорватии. На Е5 центральный нападающий стоял. Манжукич, по-моему, да? Да, да, да. Ну, мы его, к счастью, убили силовым приёмом. Борельщики-то, сделают какие-то забеги непонятные. Так, и, собственно, хорваты идут вперёд. Да, защитники пошли вперёд. Так, Франк Рибери встал на F4. Итак, где, где, где Криштиана? Где, почему он потерялся на поле? Он ждёт удачного паса. Ну, он как всегда. Да. Так, всё, я сейчас, болельщики ЦСКА будут совершать побег, я чувствую. С пункта D6. Да. Вперёд? Болельщики ЦСКА идут в атаку. Или болельщики будут жертвовать собой? Болельщики бегут вперёд. Да. Слушай, они, болельщики ЦСКА на поле, матч нужно прекратить. Давно уже. По-хорошему. Вася с Лёшей Березутским бездействует на E8 и D8. Хейл, а с этим скажу, что это напоминает то, как Черданцев комментировал матч всех звёзд. Ты обидишь? Ну, Васю, Васю, пора подключать. Сейчас мы подключим. Да, Вася? Вася на E8 или... Вася на E8. Хорошо. Ладно, пока я вынужден поменять Франка Рибери на его клона. Франк отступил, да? Да. И мы прицеливаемся к Пактаковцу на E2. Франк Рибери. Так, ну вот болельщик ЦСКА на E4 ничего не делает. Да, сейчас отличную координацию между собой наладят братья Березутские. Братья Березутские. Так, почти пошёл Роналду на F7, после чего Роналду E4 выигрывала партию. Матч, прошу прощения. Так, я вот показал людям, в общем-то, обозначение, чтобы они не путались, поставил справа около, справа от записи. Вот, наладили, наладили братья Березутские. Да, всё, братья сдвоились, что бы это ни значило. И мы выиграем, мы меняем братья Березутских на ЧТО Роналду. Самый выгодный обмен в истории. Мы меняем на Манджукича. Итак, из футболистов у нас никого не осталось, кроме Кришсиана Роналду, а защитка... У нас два вратаря, очень, кстати, квалифицированы. А защитка-то дырявая. Да, ну, в общем, с лишним Роналду играть легко и приятно. Ну, не хочет, конечно, брать на Б2, сейчас какие-то проблемы будут. Вот он мат идёт клеить. Ничего страшного. Кстати, мы не придумали, как мы называем мат, то же самое важное. Мат — это гол. Как гол? Шах — это гол, а мат — это... Так, уголов-то уже сколько было в этом матче тогда? Ну, в общем-то, аж-6 надо, наверное, сыграть. Так, ладно, нападай по каналу. На защитника сборной России. И следующим ходом буйный болельщик Спартака прогонит. Прогонит болельщик ЦСКА. Дерс Д-5, наверное, выигрывает, нет? Что-что? Криштиан на Д-5 выигрывает. Так, тут, кстати, какие-то проблемы возникают небольшие. Надо, наверное, шаг дать, а потом как-то побежать к королёву, чтобы просто мат не получить. Криштиан на Д-5 выигрывала. Ну, нет, может быть и да, но это зачем? Понимаешь, защитники Спартака, они очень быстрые ребята. Тем временем матч близится к просрочке времени. Нужно брать тайм-аут срочно. Да. Почему нет такой функции? Да, придётся мне, видимо, сейчас остановиться в своих комментариях и всё-таки заняться выигрышем этой матче. Этого матча трудового. Так, шахи какие-то непонятные. Конь пришёл на Д-6. Бьём? Болельщики ЦСКА что-то буйные. Не инстуруют. Бьём. Это была победа на Чискоме, но здесь прямух не работает, как я говорю. И поэтому... Дело в том, Никита, что тут на поле Криштиана просто против Васи Березуцкого. Согласен, да. Это априори выиграло. Всё, мы меняем Криштиана на Березуцкого. Это мы выигрываем Березуцкого. Нет, нужно соперника, фигуру соперника называть по-другому. Победа. Победа, ребята. Взяли волевая победа сборной России над сборной Хорватии. Да, блин, это тяжело. Я пока вспоминаю, как их проседаю по бою.